Я сделал запрос под законом о свободной информации, который существует в Америке. Я просил ЦРУ, Госдепартамент, ФБР рассекречить документы, касающиеся взрыва в домах 1999 года. Я был в многом отказе, получил только несколько документов, но эти документы были очень важны. Они были из Госдепартамента, они показывали, что американские власти были хорошо информированы о подозрении, что эти взрывы были сделаны в русских спецслужбах и решили просто не поднимать этот вопрос. Они имели их информаторы, которые не были идентифицированы в документах, но все равно эти люди, которые явно с ними сотрудничали и информировали давным-давно, и они указывали на всю несостоятельность официальной версии, особенно по поводу инцидентов в Рязани. Я хочу напомнить всех, что скоро будет 20 лет взрывов в домах. И я считаю, что мировая общественность должна так считать, что это ключевой момент посткоммунистической российской истории. И если не будет обнаружена правдивость, правда по поводу этих событий, это невозможно реформировать Россию. На базе лжи, особенно по поводу происхождения режима Путина, вы ничего не можете создать, по-моему, глубокое мнение. Но можно сказать, что есть какие-то сомнения, как я знаю, и как другие знают, что это было дело ФСБ. Может быть, чеченцы это сделали. Хотя чеченцы отрицали ответственность. И от самого начала, и до сих пор нет ни один доказательства того, что это было дело чеченцев, но наоборот, огромное количество доказательств, что это было дело на русской ФСБ. Говорить об этом подробно сейчас у нас нет времени. Я буду просто говорить чуть-чуть по поводу Рязана. Как вы понимаете, пятая бомба была обнаружена в подвале одного здания в городе Рязане. И деактивизирована. И потом они арестовали трех людей, которые адентифицировали как террористы. Эти люди не были чеченцы, они были агенты КГБ. Извини меня, ФСБ. Потом появилось на экране Николай Патрушев и объяснил, что это не была попытка взорвать это здание. Это было учение. Это фантастическое объяснение. Был встречен в городе Рязане с гневом и полным недоверием. Потому что люди жили там, они видели настолько серьезно это все было. Когда обнаруживали эту бомбу. Машина, которая была использована, этих агентов ФСБ, это был украден. И когда речь идет о гражданской обороне, особенно если это затрагивает гражданское население, информируют местные власти на всех уровнях. Никто в Рязане был информирован по этому поводу. И они сделали тест на бомбу. И обнаруживалось, что присутствие хексаген. Это именно тот материал, который был использован в других успешных бомбах. Поэтому мы можем предполагать, что если ФСБ организовал пятую бомбу, они были ответственны тоже для предыдущих бомб. Но что это значит для России, для будущей страны, для оппозиции? Это значит, что мы оперируем, и для мировой общественности. Это значит, что мы оперируем, когда мы отказываем поднимать самый важный предмет в контексте самосензуры. Мы это сделаем, американское правительство это сделало. И это продолжается до сих пор. Поэтому, по-моему, один из самых важных задач мировой общественности, и это, естественно, включает русская оппозиция, и я не преуменьшу опасность и трудность этого предмета. Все-таки настаивать на правду. Мы говорили раньше о предыдущем панели по поводу стратегии. Какие вопросы могут мобилизировать людей? Но я здесь не политик и не эксперт по организации политических движений. Но мне кажется, что если говорим о коммунальственном состоянии общества, самое главное, это все-таки, наконец, огласить всю правду по поводу постсоветской истории России. Взрывы в домах, это было не последнее преступление, которое было совершено в спецслужбе России. После взрывов в домах, был и Норд-Ост, был Беслан, было убийство политических лидеров, включая моего друга Бориса Немцова. И недавно был террористический акт на метро в Санкт-Петербурге. Тоже очень подозрительный. Средства массовой информации объявили, что были два бомбы, но взорвали только один. Как они знали о присутствии второго? Но они фактически настолько не уважают ни собственного населения, ни иностранцев, что они будут говорить любую глупость и с полной уверенностью, что никто не будет это рассматривать и стараться аргументировать. Если мы вернемся в вопрос спецслужбы и мировой общественности, я думаю, что одна из самых важных задач сейчас – это предупредить, что мы знаем, что могут быть террористические акты в преддверии новых выборов и предупредить путинский режим, что это не пройдет бесследно для них.